МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый день, Василий. Российской Федерации по инвестиционной политике. С чего начнем? Что это за программа? Программа General Management, о ней можно сказать следующее. Она, во-первых, является ключевой программой высшей школы бизнеса и по количеству слушателей, и по охвату предметов, которые читаются. То есть это общий менеджмент? Да. Но вот что мы вкладываем в слово General, то есть общий, да? Во-первых, это то, что мы хотим добиться той цели, чтобы наши слушатели умели выявлять, анализировать и решать проблемы, которые возникают во всех сферах деятельности их компаний. То есть чтобы наш слушатель мог решать проблемы по всем направлениям деятельности. То есть это производство, финансы, IT, логистика, HR, маркетинг, продажи. Но мы не ограничиваемся этим. Слово «общий» мы, надеемся, еще приложимо к нашей программе. В том смысле, что наши слушатели могут решать проблемы не только в одной отрасли, но и в других отраслях в случае их перехода, смены работы, перехода в другие компании, в других отраслях. Насколько это возможно? Не слишком ли это широкая задача? Ну, если приводить метафору, поскольку у нас в России довольно сложные условия бизнеса, это не секрет, то мы воспитываем не пехотинцев, танкистов и саперов. И мотострелков. Да, и мотострелков. А неких универсальных солдат, лучше сказать, универсальных офицеров. И в идеале наш универсальный офицер может перейти с сухопутных войск на флот, в авиачасти и стать моряком или летчиком. Насколько это широкая цель? Да, она широка, конечно, но это не роскошь для России. Почему? Потому что, на наш взгляд, ну, известно, что Россия – это становящийся рынок. Да. Но очень своеобразный становящийся рынок. Потому что на многих становящихся рынках в мире существуют некие правила, которые уже сложились, они действуют. И в рамках этих общих базовых принципов экономической политики, ведения бизнеса, развивается вся экономическая ситуация. Ну, яркий пример – Китай. Россия является страной, таким становящимся рынком, в котором базовые принципы не сложились ни в экономической политике, ни в соответственно в ведении бизнеса. То есть, фактически, ты должен не только соблюдать правила, но и создавать правила, совместно с другими участниками рынка изменять правила? Создавать это, ну, если говорить о государстве, если наш слушатель станет чиновником, то он будет создавать эти правила. Если он будет бизнесменом, то он должен очень хорошо адаптироваться к изменениям. Ну, кстати, и хороший чиновник – это тоже менеджер общего профиля высокой квалификации. Безусловно, в идеале, безусловно. Он должен понимать, какие цели преследует бизнес, и тоже быть универсальным в этом смысле. То есть, получается, что на таком становящемся рынке, как Россия, вот эта высокая степень адаптивности, она не роскошь, а суровая необходимость. И поэтому, мне кажется, это одна из весьма выигрышных сторон нашей программы. То, что мы даем слушателям возможность приобрести вот эту адаптивность. Какие инструменты, с помощью каких, вот что нужно изучить, что попробовать, какие пройти тренинги, то есть из чего состоит, собственно, курс? Как мы этого добиваемся, да, стараемся добиться? Ну, во-первых, это, конечно, структура программы. Помимо того, что она включает в себя, вот, General Management, естественно, все базовые предметы, вот, начиная с макроэкономики, налоговая система, бухоучет, маркетинг, общий и так далее, и так далее, эти базовые предметы очень сильно адаптируются к российской действительности. Ну, к реальной ситуации, да. Это не гарвардский учебник читается, а именно с адаптацией к нашим, вот, тем самым условиям боевым, да, о которых мы говорим. Плюс, плюс, у нас добавлены в структуру программы такие специальные предметы, которые как раз повышают личностные качества слушателей. Это, вот, профессиональные навыки менеджера, прежде всего, управление человеческими ресурсами, о них уже, по-моему, была передача. Да, мы в одной из прошлых программ говорили, но здесь просто другой аспект. Управление, да, управление развитием компаний, организационное поведение. То есть, есть некий акцент на психологических сторонах управления, который позволяет привить слушателям некие личностные навыки, благодаря которым они могут вот так... Ну да, в отличие от менеджера нижнего звена, ты не просто выполняешь функцию, а как раз-таки работа высшего руководства состоит в том, что работать с людьми, да? Да. Их мотивировать, направлять. Людьми, причем и внутри компании, и вовне. И вовне, да. Да, поставщики, партнеры, да, госорганы. Да, те же чиновники. Поэтому мы стараемся вот эту такую универсальную адаптивность, мы называем это личностной конкурентноспособностью. То есть, человек становится конкурентоспособным. Понимаю. И благодаря этому уже компания. Хорошо. Кто должен прийти, вот с вашей точки зрения, чтобы быть готовым к этому комплекту знаний, умений? Это с какого момента имеет смысл учиться? Ну, обычно приходят люди, которые уже хлебнули тех самых боевых действий, да? И понимают, как это бывает непросто, и понимают, что для того, чтобы ориентироваться стратегически, не тактически реагируя на какие-то удары, да, внешней среды, внутренней среды, а стратегически... То есть, как это, есть реактивное, есть проактивное действие? Стратегически выстраивая и личную стратегию, и стратегии компании. Вот люди, которые, ну, я думаю, что и на предыдущих передачах мои коллеги говорили, что это люди, которые уже поварились в бизнесе. То есть, это должен быть либо бизнесмен, либо менеджер какого-то среднего звена, либо уже менеджер высшего звена, но нуждающийся в том, чтобы расширить деятельность компании или самому. Ну, как мы знаем, во всем мире MBA – это все-таки образовательные программы для тех, кто уже побывал в практике, в бизнесе. Программа без отрыва от производства, да? Да, программа без отрыва от производства, и учитывая то, что к нам идет очень широкий спектр слушателей, мы делаем, сейчас приняли меры, облегчающие вход в нашу программу. То есть, мы делаем, мы сделали различные формы обучения. Ну, то есть, я подумал, как-то, да. Вечернюю, модульную, и даже сокращенную для тех, кто заканчивал государственный университет управления, для них мы сформировали сокращенный курс MBA. То есть, какие-то дисциплины не входят, да? Да, да. Плюс банк, мы достигли договоренности с банком ССИТ «Женераль Восток» о специальной кредитной программе для слушателей, которые хотят учиться в нашей высшей школе бизнеса ГУМ. Ну, это можно в самом конце тогда поговорить уже там о бюджетах, так сказать, да? А сейчас вот вопрос вот какой. Смотрите, сочетание теоретических и практических дисциплин, да? Потому что многие ваши коллеги, тоже у нас выступающие, всегда делают упор, что, конечно, вот самое ценное, это даже, ну, понятно, что есть некий набор знаний, который нужно иметь. Да, да, безусловно. Но очень ценно это вот ежедневная, ежеминутная сегодняшняя жизнь, кейсы, которые сами слушатели с собой приносят. Да, безусловно. Вопрос для России, опять же, ключевой. И действительно, здесь в теории существует некая противоречие между вот этой универсальностью, то есть мы хотим дать знания, которые проливают свет на все отрасли, на все сферы деятельности корпораций, и в то же время не остаться в чистой теории. Как это решается? Ну, решается это прежде всего за счет главного ресурса, я думаю, главного ресурса любой программы – это преподаватели. У нас все преподаватели практически являются, участвуют так или иначе, или в консалтинге, или в бизнесе. То есть они не являются в чистом виде только преподавателями. За счет этого, именно за счет этого, я думаю, главным образом, и теория подается в адаптации к российской действительности. Ну вот, мне легче, так сказать, нарисовать портрет преподавателя на себе, да? Потому что, ну, это проще. Я закончил Институт страны Азии Африки МГУ, я востоковед, специалист по международной экономике, китаист. Я работал в Академии наук, защитился. Потом в эпоху 90-х, когда набиралась научная молодежь в органы власти, я пошел работать в Министерстве внешнеэкономических связей. Потом я пять лет отработал в аппарате правительства России. Потом я был заместителем директора агентства иностранных инвестиций Минэкономики. Работал в торговой... А, поэтому у вас курс, связанный с инвестициями Минэкономики. Да, да. Я вот уже, получается, 16 лет занимаюсь инвестициями. Работал в Торгово-промышленной палате России. И благодаря тому, что занимаюсь инвестициями на практике, я стал соучредителем очень разных бизнесов, благодаря чему, наверное, мы... То есть это вот помимо этой программы вы еще занимаетесь тем, что... Я помимо бизнеса занимаюсь... Я бы наоборот сказал. А, наоборот. Я помимо бизнеса занимаюсь вот этой программой. То есть все-таки главная, конечно, сфера деятельности у меня это практика, это бизнес. Ну вот я совладелец компании VR Logistics, и для широты как бы диапазона я совладелец картинной галереи, ламар, то есть продажа предметов искусств. То есть очень разные виды бизнеса. Но вот это и есть менеджер, дженералист, да? Наверное. Наверное. Вот благодаря качествам наших преподавателей, мне кажется, у нас получается дать нашим слушателям именно вот такую универсальность адаптированную. И второй фактор, который помогает нам к практике приближать обучение, это, мне кажется, вот не имеет он аналогов на других программах, это то, что мы в процесс обучения ввели процесс внутрь, как бы, процесс консалтинга. Не очень понимаю, что это такое. Мы создали центр консалтинга в ОШБ. То есть внутри... То есть вы берете внешние заказы, то есть как слушатели выполняют заказы других компаний по промышленному консалтингу? Ну вот вы сразу, да, уловили. Догадался. Там происходит перекрестное, и слушатели выполняют заказы собственных компаний. Вот здесь... А, то есть у него какая-то реальная задача на компанию. Вот мои коллеги наверняка тоже говорили на предыдущих программах, слушатели приходят с конкретными задачами очень часто. И здесь готовый центр консалтинга, он видит людей. И если он им доверяет, а как правило... Ну вы знаете, что в консалтинге, как и в медицине, например, да, 99,9% это доверие. Да, это очень важно, потому что ты открываешь какие-то совершенно такие внутренние... Как доктор, конечно. Да, да, тайны своей компании. Поэтому, когда у слушателей есть конкретный вопрос, и он обращается в ВШБ, и команда тех же преподавателей... И его коллег-слушателей? И его самого. Тут что еще очень интересно получается, как бы такая, сейчас принято говорить, синергетика. Слушатель гораздо легче прикладывает знания в той среде, которую он знает. Конечно. Ему не нужно мучиться исследовать. Он знает эту компанию, и он прикладывает к ней те знания вместе с преподавателями. Вот это, мне кажется, наше ноу-хау. Слушайте, это любопытная история, потому что ведь в среднем и крупном бизнесе, если компания обращается в консалтинговое агентство за какой-то задачкой, то там ведь ценники-то сотни тысяч долларов зашкаливают, да? Я не стал об этом говорить. И кто это придет, какие люди, да? Что это такое? Нет, безусловно. Безусловно. Здесь еще что? У нас за спиной все-таки Государственный университет управления и все контакты его. И мы можем вот консалтинг делать по индивидуальному пошиву. То есть у нас не прайс-лист, вот это стоит столько, вот это столько. Вот пришел и говорит, слушатель, у меня вот бюджет вот такой. И не просто в рамках учебного процесса давайте, ребята, вот этот кейс разберем. Попробуем. Да, лабораторную работу сделаем. Ну, если получается, то можно делать и в учебном процессе. То есть вот это... Какие-то не очень сложные задачи. Да, вот эта встроенность консалтинга в учебу, вот это наше, это наше как бы звездное ноу-хау. Хорошая история о том, какие еще примеры можно вот соединения теории практики здесь раскрыть. Мы поговорим после небольшого перерыва. Дорогие друзья, посмотрите рекламу. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу технологии для бизнеса. Сегодня мы представляем учебный курс, программу General Management Высшей школы бизнеса Государственного университета управления. И наш эксперт Дмитрий Саприка. Государственный университет управления – крупнейший вуз России. Под единым брендом Высшей школы бизнеса ВУ в 2008 году объединены наиболее успешные программы бизнес-образования. Среди них MBA General Management для перспективных, ориентированных на карьерный рост, специалистов различных областей. Программа формирует такие умения, как анализ проблем, разработка стратегии управления бизнесом, командная работа, лидерство, ведение переговоров. Выпускники с успехом применяют полученные знания для эффективного руководства компаниями и подразделениями различной отраслевой направленности. Подробнее о программе по телефону Плюсим 495-371-3255 и на сайте Высшей школы бизнеса ГУМ. Мы заговорили о том, что одним из главных условий успешного обучения и получения результатов на MBA, особенно в России, является, конечно, приложение теории к практике. Но мне проще рассказать, опять-таки, на примере своего курса, который я читаю, это привлечение инвестиций. Вот, очень хорошая тема. Во-первых, курс не так часто встречается, если честно, я даже и не встречал его на других MBA. А во-вторых, потому еще он удобен, что я читаю его в самом конце программы General Management, потому что привлечение инвестиций является уже неким, без излишней скромности, высшим пилотажем менеджмента. Ну, почему? Потому что, если уже такую метафору использовать не военную, а спортивную, например, что каждый предмет является видом спорта. Там менеджмент, бухгалтерский учет, маркетинг и так далее. Это каждый вид спорта. Его нужно глубоко изучать, знать и так далее. То привлечение инвестиций – это тридцатиборье. Чтобы успешно уметь привлекать инвестиции, нужно быть маркетологом, бухгалтером, менеджером. То есть, обладать всеми этими навыками. Я, кстати, был один раз на такой сессии в большом зале. Проводилась такая встреча инвесторов с потенциальными получателями инвестиций. Люди один за одним приходят, докладывают свои стартапы, но они вообще не могут рассказать. Они рассказывают про идею своего процесса, бизнеса, изобретения. Это, к сожалению, повсеместно. Не привлекли инвестиции. Но, помимо того, что человек должен обладать вот такими навыками, навыками менеджерскими, разносторонними, привлечение инвестиций требует еще неких весьма таких непростых личностных характеристик. Ну вот, например, у меня к вам будет вопрос, Василий. Вот как вы думаете, если взять за 100% все трудящиеся населения Земли, сколько среди этих 100% наемных, а сколько собственников? Ну, я думаю, процентов 95 наемных, процентов 5 собственников нет. Ну, если брать мелкий бизнес, да, то, наверное, до 10% там, если брать, то 10% собственников, а 90% наемных. Вот такой еще детский вопрос. А почему? Ну, я думаю, что это связано с ответственностью, с принятием решений. То есть, это как? То есть, это совершенно не образ... этому не научишь. Наверное, да. Вот еще в чем дело. То есть, человек, чтобы стать собственником, должен быть, уметь рисковать и хотеть рисковать, в том числе, там, своим имуществом, да, брать на себя ответственность, убеждать людей, быть гипнотизером отчасти. По-особому относиться к деньгам еще я добавлю, потому что, если ты слишком сильно любишь деньги, то ты не сможешь их вложить и рискнуть, и быть, смириться с тем, что ты их можешь потерять. Такая сложно описываемая вещь, как чутье, да, поймать вот бизнес, проект, отрасль. Так, и вот это вы к чему ходите-то? Но есть еще один барьер. Какая бы у тебя прекрасная золотая идея ни была, без денег ты ее не реализуешь. И вот умение привлекать деньги, это еще одна характеристика, которую ты должен, чтобы развить бизнес. Причем это касается любого бизнеса, не только малого, но и, например, там, какая-то корпорация, да, ты выходишь, ты хочешь завоевать мировой рынок, и тебе для этого нужно миллиард долларов, да, это точно так же, ты можешь, должен искать инвесторов, да? Да. То есть, всегда можно, я всегда на лекциях говорю такой, ну, как бы афоризм, что инвестиции – это всегда шаг к собственности. Если ты умеешь привлекать, то есть, инвестиции, ты всегда можешь, ты очень близок к тому, чтобы стать владельцем, совладельцем и так далее. И вот этому тридцатиборью мы пытаемся обучить наших слушателей на нашей программе, вот на моем курсе. Ну, я бы показал, как пример, да, рассказал бы о том, как мы пытаемся понять алгоритм прохождения проекта от возникновения идеи до реализации. Вот это вот та хрупкая цепочка, которая в России на каждом звене может разрушиться. Вот как сложить эту цепочку, дойти до реализации, вот это мы проходим. Ну, во-первых, как возникает бизнес-идея, откуда она берется? Ну, на самом деле, довольно… Я думаю, что это придумывает, это какой-то человек, носитель, да, который ходит, он живет в обычной жизни, и вдруг ему приходит мысль, а почему бы не сделать вот это, оно нужно людям? Откуда мысль-то является? А мысль является совершенно от какого-то импульса от рынка. От рынка, да. Да. Человек видит, ну, если совсем так сужать, человек видит нишу. Вот здесь можно заработать. Да, мне кажется, что вот это кому-то нужно, да. И вот если кажется, лучше не браться. Человек обычно добивается успеха, человек уверен, что он здесь добьется. Вот всю эту цепочку проходят, ну, нехорошо, может быть, говорить фанатики. Ну, фанатики своего дела, здесь ничего плохого нет. Проходят люди абсолютно уверенные, зажигающие всех вокруг, и тех, кто под ними, и инвесторов, и вот… Ну, да, это люди, которые создают реальность. Конечно, конечно, конечно. Ее не было, и вот она есть. Они проходят вот эту сложнейшую дорогу, тридцатиборья, только во многом, потому что уверены и на собственную уверенность. А это умение, оно может быть методологически как бы поддержано, разложено? Да, да, вот это мы и пытаемся делать. Вот это мы и пытаемся. Если, я вообще-то говорю, что это даже не умение, а искусство. А практическая составляющая этого процесса? Вы делаете это на реальных бизнес-идеях, на реальных стартапах? Как вообще это происходит? Ну, учитывая то, что у нас есть консалтинговый центр, мы действительно, к нам обращаются очень много слушателей с именно такими стартаповскими идеями. Потому что мы понимаем, что очень много стартап рождается очень чаще всего у менеджера, который уже в рынке, и видит, хорошо видит возможности. Да, вот сейчас мы, например, ведем стартап одного нашего слушателя, он задумал проект выведения новой игровой приставки на российский рынок, совершенно там с новыми свойствами. Значит, он видит там нишу. Он в этом пять лет. Если мы видим, что человек еще не чувствует рынка, да, и сигналы могут быть для него, он получает искаженные какие-то, еще не точные, мы, наверное, не беремся. Ну, кстати, вот, да, одна из тогда функций бизнес-школы, это в том числе уберечь от неправильных инвестиций. То есть ты можешь обладать харизмой, да, привлечь эти деньги, но бизнес-модель-то может оказаться неудачной. Да, здесь нужно вот что сказать. Из тех предприятий, что погибли в России, половина погибла от того, что не смогла привлечь деньги, а половина погибла от того, что привлекла, но неправильно. Неправильно. Потому что инвестиции – это обоюдоострая вещь. Она может и вынести, а может и похоронить весь бизнес. Даже тот, который у тебя был, ты начал новый, но неправильно, и он тебя угробит и стар. То есть, на самом деле, мы приходим к тому, что инвестиционные решения – это самое ответственное решение в жизни. И поэтому вот эта методология, которую мы проходим со слушателями, вот от бизнес-идеи, мы приходим к следующей ступени, которые у нас в России очень часто пробегают мимо. Это анализ внешней и внутренней среды. У нас обычно, когда идея приходит, бегут, делают бизнес-план, ищут инвесторов вперед. Быстрее, быстрее. Может быть, это хорошо в какой-то стране, где рынок уже сформировался, где есть уже такие правила, можно прийти в банк и быстро получить проектное финансирование. В России обязательно нужно пройти предварительную стадию очень тщательной шлифовки. Нужен маркетолог, нужен технолог. Вот мы влезаем вот в эти... Ну, то есть, команду. Вы формируете команду из своих же преподавателей? Пока временную. Временную. Это такая, это приза такая. И если мы видим, что идея хороша, причем здесь затраты не сверхбольшие, но затраты там в 10 тысяч долларов могут сэкономить там 5 миллионов ошибочных привлеченных. Уберечь, вернее. Не сэкономить неправильно, а уберечь от гораздо более серьезных, которые повлияют уже на всю судьбу, в общем-то, человек. Вот. Потом мы приходим, когда мы видим, формируется вот эта предварительная экономика проекта, мы видим, что сигнал от рынка правильный, что можно делать проект, тогда формируется тип инвестора. И когда мы понимаем, куда идти за лизингом, к прямому инвестору, банк и так далее, мы вот тогда делаем бизнес-план. Потому что есть золотое правило. Бизнес-план делается только под конкретного инвестора. То есть, я сейчас обрисовал как бы укрупненно, да, и частично. Ну да, но это любопытно. Да, я не слышал таких историй. Всю эту методу мы проходим, ну, естественно, подробно. И на практике. Чтобы уже тогда подвести итог, значит, вкратце, в двух словах. Значит, что объединяет в себе вот ваш курс, вот этот уже общего менеджмента, да, general management, Значит, где можно узнать подробности и какие-то там еще, может быть, дополнительные информации, которые не успели рассказать? Ну, general management дает самые общие и универсальные правила управления корпорацией. Причем, я повторюсь, с акцентом на российскую действительность. Наш курс, наша программа дает. Узнать о ней можно... Это она двухлетняя, да? Да, она двухлетняя. Узнать о ней можно на сайте Государственного университета управления, высшая школа бизнеса, MBA. Ознакомиться вот на каких-то лекциях, семинарах? Мы проводим, да, мы проводим день открытых дверей, мы проводим иногда в школе выпускников, в клубе выпускников мастер-классы, вот я провожу там раз в год. Поскольку я еще преподаю макроэкономику, то всегда задают один и тот же вопрос, а что будет? Вот по этому поводу я раз в год провожу или там два раза сейчас приходится. Ну, это актуально, это надо знать, конечно. Да, вот можно приходить на такие, послушать, посмотреть бывших слушателей, уже выпускников, как бы чего они добились. Можно приходить прямо на лекции. Ну, это хорошая возможность, да. У нас можно послушать, посмотреть, кто учится, ну и решить для себя. Дорогие друзья, заходите на сайт Высшей школы бизнеса, записывайтесь к Дмитрию Анатольевичу, да, приходите на открытые лекции, на открытые семинары, и можно узнать поподробнее, как это все работает. Принимайте решение. До свидания. До свидания.